Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Рязанской области Елена Анатольевна Морозова. Елена Анатольевна, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об имущественном налоге. Расскажите, пожалуйста, кто попадает под этот налог, кто обязан его оплатить? Граждане, которые имеют в собственности имущество, транспортные средства, земельные участки, обязаны уплачивать имущественные налоги. К таким налогам относятся налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог. Имущественный налог должны уплачивать граждане, у которых в собственности есть квартиры, дачи, комнаты, иные объекты, нежилые помещения. Транспортный налог уплачивается за принадлежащие транспортные средства, включая грузовые автомобили, самоходные машины, лодки и так далее. Земельный налог уплачивается, соответственно, за принадлежащие гражданам земельные участки. Давайте напомним, уплачивается этот налог один раз в год, правильно? Да, этот налог уплачивается один раз в год, 1 декабря за предшествующий год. То есть 1 декабря 2017 года граждане должны были оплатить налоги за 2016 год. Но еще не все, наверное, оплатили этот налог. Расскажите, пожалуйста, об этом. Кто остался в должниках? Да, к сожалению, несмотря на то, что 1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов за 2016 год, большое количество граждан до сих пор эти налоги не оплатили. По состоянию на 1 мая 2018 года в должниках за 2016 год находятся более 200 тысяч физических лиц, жителей Рязанской области, с суммой за должность более 350 миллионов рублей. Но это значительная и сумма, и значительное число. Да, к сожалению, это так. Скажите, а вот людям, которые не успели вовремя заплатить налоги, что-то грозит? Последствиями неуплаты налогов является, во-первых, начисление пеней за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов. Во-вторых, применение мер принудительного взыскания задолженности за счет денежных средств и имущества должников. Кроме того, должникам грозит ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации. Ну вот это, наверное, существенно, да, в летний период, когда все в отпуск хотят поехать? Да, эта мера является очень эффективной. В 80% случаев в течение 10 дней после вынесения судебным приставом постановления об ограничении права должника на выезд за пределы Российской Федерации за должность такими должниками гасится. Скажите, вы упомянули о пене, да, о пенях. В каком размере они за каждый календарный день взимаются? Пене рассчитывается, исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов. А цифру какую-то мы можем, сумму назвать? Или это в каждом конкретном случае? Это будет в каждом конкретном случае в зависимости от той задолженности, которая накопилась у человека. Скажите, ну человек действительно забыл, может быть, оплатить налог? Или он просто забегался, закрутился, или в конце концов денег нет у него? Как быть в таком случае? Как он может узнать о том, что у него накопилась задолженность? Каким образом ему, может быть, сообщают? Существует несколько способов. Во-первых, самостоятельно узнать о том, имеете ли у вас задолженность по имущественным налогам. В первую очередь, можно обратиться в налоговую инспекцию. Можно направить соответствующее обращение в писемном виде или обратиться через интернет. Узнать о своей задолженности – это обратиться через портал Госуслуг, которым сейчас очень много активно пользуются жители Рязани. Самый эффективный способ узнать о своей задолженности – это подключиться к личному кабинету налогоплательщика. У ФНС России есть такой интернет-сервис. Там вы сможете узнать не только о том, имеется ли у вас задолженность, но также узнать об объектах имущества, которые вам принадлежат, о начислениях налогов, написать соответствующее обращение в налоговый орган. Кроме того, через этот интернет-сервис можно оплатить задолженность, если вы выявили такой факт. Это недавно такая возможность появилась? Такая возможность существует уже несколько лет. Недавно появилась мобильная версия данного приложения, что делает очень удобно, доступно на любом смартфоне. Можно посмотреть ту информацию, о которой я уже сказала, можно погасить задолженность. Кроме того, существует возможность, если человек по какой-то причине самостоятельно не может оплатить налоги, существует возможность уплаты налога другими лицами, например, супругам, детьми, родителями должника. А что для этого надо? Надо какие-то документы, подтверждающие родство, предоставлять или... Нет, никакие документы, подтверждающие родство, в этом случае не нужны. Это предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации, такая возможность. То есть, в принципе, забыть-то и невозможно. Ну, скажем так, очень сложно, тем более нами проводится масштабная работа по информированию должников. Кроме того, когда начинается принудительное взыскание задолженности, первое, что делают налоговые органы, это направляют требования об уплате налога. Еще раз напоминают налогоплательщику о том, что у него существует задолженность, и устанавливают срок, как правило, этот срок составляет месяц, на добровольное погашение. То есть, дается еще один шанс. Да, дается еще один шанс. Еще один важный вопрос. По списанию задолженности в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2017 года должна была быть списана задолженность по имущественным налогам у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года. Такая работа проводится? Да, действительно. Согласно федеральному закону от 28 декабря 2017 года номер 436 ФЗ, признается безнадежной. К изысканию списывается недоимка по налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2015 года. А также пени начислены на эту недоимку в размере по состоянию на дату принятия решения налоговым органам о списании. В феврале текущего года налоговыми органами проведена была масштабная работа по списанию такой задолженности. Было списано более 400 миллионов задолженностей. Основная работа по списанию задолженности уже завершена. Это не потребовало никакого обращения налогоплательщиков в налоговые органы. Такая работа была проведена инспекциями самостоятельно. Оставшаяся задолженность подлежит уплате физическими лицами, либо взысканию налоговыми органами. Скажите, пожалуйста, какие меры будут применены к недобросовестному налогоплательщику? Если налогоплательщик по неуважительной причине не оплатил налоги, установленные законодательством срок, налоговыми органами принимаются меры по принудительному взысканию данной задолженности. В первую очередь должнику направляется, как я уже говорила, требование об уплате налога. И если гражданин не исполняет это требование, налоговыми органами инициируется судебная процедура взыскания этой задолженности. Налоговые органы обращаются в судебные органы с целью получения исполнительных документов для взыскания задолженности за счет имущества должника, включая денежные средства, недвижимость, транспортные средства и иное имущество гражданина. После получения соответствующего исполнительного документа из суда, данные документы направляются в службу судебных приставов для осуществления взыскания задолженности в соответствии с законом об исполнительном производстве. Кроме того, при сумме долга менее 25 тысяч рублей налоговые органы вправе направить такой исполнительный документ работодателю-должника для удержания долга непосредственно из дохода должника, из различных периодических выплат, которые он получает, включая пенсии, стипендии и тому подобное. Как мы уже говорили, очень эффективной мерой является ограничение на выезд должника из Российской Федерации. Налоговые органы обращаются с таким ходатайством служб судебных приставов при сумме долга более 30 тысяч рублей. В 2017 году таких ходатайств служб судебных приставов налоговыми органами было направлено более 2 тысяч. Давайте напомним нашим телезрителям о том, что вопрос с транспортным налогом, допустим, он как бы немножечко стоит его расширить, потому что и напомнить о том, что если вдруг квартиру или машину подарили, то тоже он обязан уплачивать налоги, правильно? Он обязан уплачивать не только в таком случае транспортный налог, но если подарок получен от неблизкого родственника, то уплачивать еще и налог на доходы физических лиц. То есть данный подарок будет рассматриваться как доход гражданина. И то же самое с квартирой происходит? Да, то же самое. Дарение между близкими родственниками налогами не облагается. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы взыскиваете налоги за 2016 год, я так понимаю, что следующий будет 2017. В 2018 году когда крайняя дата, когда необходимо просто оплатить все? Оплатить налоги в 2018 году необходимо не позднее 1 декабря 2018 года. Налоговые органы вправе начислять налоги не только за предшествующий период, но за три предшествующих периода, если по какой-то причине налог ранее не начислялся. Например, отсутствовали сведения об имуществе гражданина. Налогоплательщик оплачивает налог на основании полученного налогового уведомления. То есть не позднее, чем за месяц до наступления срока уплаты, то есть не позднее 1 ноября 2018 года граждане, обязанные платить налоги, получат соответствующее уведомление и не позднее 1 декабря должны будут оплатить свои имущественные налоги. Налоги платить это конституционная обязанность каждого гражданина. Кроме того, очень рекомендую обращаться к интернет-сервису ФНС России личный кабинет налогоплательщика. Там вы можете увидеть свои объекты налогообложения. И если что-то вас смущает, что гражданин увидел, что ему числится за ним объект имущества, который ему не принадлежит, или наоборот отсутствует какой-то объект, который принадлежит, но в базе налоговых органов по какой-то причине не значится. Через лишний кабинет можно обратиться в налоговый орган. В течение 20 дней будет дан ответ. Ситуация будет обязательно разрешена. Если человек, допустим, не очень дружит с интернетом, не может пользоваться порталом госуслуг по старинке, к вам прийти, обратиться к сотруднику можно? Да, в каждой налоговой инспекции есть отдел работы с налогоплательщиками. Можно обязательно обратиться. Сейчас в налоговых органах существуют электронные очереди, то есть очень удобно и комфортно сейчас можно обратиться, если нет возможности воспользоваться интернетом. Кроме того, можно по старинке обратиться в писемном виде по почте. Ответы обязательно будут направлены. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, рассказали о нововведениях и о тех людях, которые должны оплатить налоги. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова